Окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате broken pieces новый психологический триллер запасайтесь булками готовьте лимонад друзья давайте взглянем на эту игру также вы можете помочь каналу поставив лайк под видео а чтобы не пропустить новое видео не забудьте подписаться и нажать на колокольчик игра поддерживает геймпад и даже рекомендует использовать именно геймпад поэтому играть я буду с его помощью начинаем новую игру выберите ячейку выберите режим игры так у нас есть упрощенные бои снижается только сложность боев в этом режиме вы сможете сосредоточиться на исследовании сюжете и головоломках либо баланс вы насладитесь полноценным игровым процессом задуманным разработчиками я пожалуй выберу упрощенные бои потому что прочитал я несколько отзывов о том что боевка здесь ну как-то не очень пожалуй давайте да попробуем так я не могу не могу взять костюм тебе он тоже понадобится мне мне как-то не по себе не оставляй меня так в игре у нас фиксированная камера то что я как раз таки очень не люблю а хотя не совсем фиксированная она все-таки двигается а значит а некоторые отзывы врут действия теперь-то ясно нам всем было слишком весело мы не видели что таилось во мраке что вообще происходит нет нет оставить в покое это как будто обрывки каких-то воспоминаний какие-то научные документ документы но я не могу расшифровать написанное а ЗВОНОК В ДВЕРЬ Снова этот кошмар! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это был сон! Обзор изменить, угол обзора, глаза Элизы, правый стик, приблизительно, отдалить. Так, угол обзора. Ага, мы переключаемся между камерами. Ага, глаза Элизы. О, это вид от первого лица, но я не могу двигаться. Я могу только вот так вот порассматривать. Так, и мы можем вот так вот приблизить камеру. Угу. Вроде бы всё понятно. Да уж, когда твои спортивные награды покрываются пылью, это верный признак, что ты не молодеешь. Ого, какая мягкая игрушка, гигантская. Сколько же в ней пыли. У нас есть какие-то задачи, цели, что нам делать? Просто идти пока что куда-то. Ну давайте пойдём. Ты идёшь со мной, дружок. Без тебя мне будет одиноко. Открыть меню плеера. Мг, музыка. Так, нет, само собой музыку мы не будем слушать. Так, ну это тоже музыка. Пылесос. Что мы можем с пылесосом сделать? Как здесь пыльно. Чтобы очистить этот пылесос, нужен ещё один пылесос. Нет, возможно попозже. Ой, я и забыла, что вчера нашла в городе этот старый журнал. Судя по всему, много лет назад на маяке установили вспомогательный генератор. Дополнительный источник питания помог бы мне в поисках других местных жителей. Займусь-ка этим сегодня. Поверить не могу, что мы переехали со всеми этими книгами, ведь некоторые из них в двух экземплярах. Говори, пожалуйста, помедленнее, а то сложно успеть прочитать. Сперва нужно захватить свои вещи. Какие? Ты скажи, что тебе нужно, и я это найду. Я, по крайней мере, догадаюсь, где это искать. Так, у меня уже голова идёт кругом от этой фиксированной камеры. Как-то неудобно. Вот мне это очень неудобно. Совсем новенький и отличная возможность чем-то себя занять. Заперто наглухо. Если разженится буря, нужно лишь подлошить дровишек. Бесплатное отопление. Ну, как сказать бесплатное дровишки, это ты где возьмёшь? Их же нужно тоже покупать. Если ты вернёшься, уступлю тебе пульт. Обещаю. Ночью будут изготавливаться патроны высокого качества, если у вас есть нужные материалы. Ночью автоматически. Багаж, сундук, патроны. Открыть мину багажа. Ага, вот так вот оно работает. Браслет, патроны. А, видимо, у нас есть высококачественные патроны, 4 штуки. И НК это низкокачественные, бесконечные. Бесконечные, пускай низкокачественные, но всё равно это замечательно. Не будет ситуации, когда мы вообще останемся ни с чем в безвыходном положении. Так, ещё сюда можно куда-то зайти. Ещё один пылесос. А я про него и забыла. Что ж, теперь смогу очистить первый. Действительно. После нападения я перестала считать дни. Да и есть ли у этого смысл? Нападение. Я не посмотрел, какая там дата была. Я на сути-то смотрел, а не на календарь. Я вечно забываю попить. Так, у нас есть показатель здоровья, возможно, выносливости. Слева сверху только что появлялось, а как... Как сделать, чтобы опять появилась эта панелька? А, кстати, сохраняться мы не можем, когда захотим. Ещё один незаменимый друг. Без него я бы сразу заблудилась. Блокнот открыть. Меню блокнота. Ага, вот теперь можно открыть. Пролить свет на маяк. Посетить маяк в Сен-Эг-Эг-Зиле. Взять свои вещи. Вещи мы уже взяли. Руководство для контроллера. Подсказки. Ну, нам нужно уходить, получается. Посетить маяк. Хорошо. Вот, не могу развернуться и тыкаюсь в стены. Не могу понять, куда мне надо идти. Где там проход? Так, подождите, куда нам... Как нам выйти? Вот это, что ли, дверь? А, ну да. Я вчера оставила пистолет в сарай, а пора бы его забрать. Так, сарай. Где здесь сарай? Кстати, выглядит игра очень, даже очень. По крайней мере, то, что мы видим сейчас, очень. Красиво. Давайте искать сарай. А вот это вот не может быть сарай. Так, сюда мы пройти не можем, прыгать мы не умеем. Из-за всех этих бурь, предыдущий жилец не знал, куда девать обломки поваленных деревьев. Так, а где тут сарай? Может быть, вот это вот? А без стабильного электропитания мне ее не открыть. В этом старом гараже все равно ничего интересного нет. Что-то у тебя светится там, то ли в руке, то ли... У нас, смотрите, есть браслет какой-то. Мы можем про него прочитать? С ним, как за каменной стеной. Мы даже его рассмотреть можем. Определенно, это какой-то особенный браслет. Ладно, ищем сарай. Ну, это не сарай, это гараж. Сюда мы не пройдем. Металлолом требуется для изготовления патронов. А может быть, где-то тут? А, ну вот, вот это определенно сарай. Так, мы можем здесь спрыгнуть. А зачем это? Возможно, придется от кого-то убегать таким способом. Опорах для изготовления патронов. Так, где-то здесь должен быть пистолет. А, вот же ж он лежит. Без тебя я бы и секунды не продержалась снаружи. Так, мне уже прям интересно, что же там снаружи такое. Что же, собственно, случилось? В прошлый раз я едва вышла. Надо больше тренироваться. Кстати, было бы неплохо, если бы нас сейчас научили стрелять. Тренировка прежде всего. Тренировка, а где тренировка? Ага. По банкам пострелять. Нацеливание пистолета. ЛТ. А стрелять чем? Так, это у нас у ворот. А какой кнопкой стрелять-то? Ага, вот теперь можем стрелять. РТ. Качество патронов не надо менять, перезарядить икс. Теперь потренируем уклонение. Хорошо. Так, уклонение А. Пускай медленно. Потренируемся отгонять врагов. Что ты имеешь в виду? Отгонять врагов. Так, вот это было немножко как-то странновато. Меня зажало прямо в угол. И я вертелся на одном месте. Теперь вы дважды подумайте, прежде чем нарушать мое личное пространство. Прицел и способность отгон. Ого. Хорошо, что он заряжается на ночь. Тренировка окончена. Теперь будет не так страшно выходить из дома. Я не понял по поводу вот этой способности отгон. А сейчас не работает, не могу ничего сделать. Она как, многоразовая или нужно ее заряжать и потом несколько раз использовать? Посмотреть на часы. 8-0-0. 3-го апреля. Что-то он там на французском говорит непонятно. Эти часы пугают меня до жути. Так, теперь вопрос, куда нам идти? Нужно вернуться домой до ночи. До наступления ночи до 20-0-0. А, кстати, вот что означает. Я вот посмотрел был сразу сверху, но не мог понять, что это имеется в виду. 20 часов стрелка 5 часов. И значок черепушка. То есть с 20 часов до 5 утра смерть. Нельзя быть на улице. Теперь понятно. Нам куда идти? Мне нравится эта атмосфера городских улочек. Жаль, теперь это ассоциируется с началом моего кошмара. Заперто наглухо. Значит, нам не сюда. Развернуться нельзя. Ну, попробуем сюда пойти. Может быть сюда? Они очень не хотели, чтобы мы за ними последовали. Так. Стоп. Что нужно сделать? Ну, тут проводов как бы не хватает, да? Или что-то поставить нужно. Но ничего не получается. Ладно. Прямо парк Буссо и пляж. Налево церковь Сент-Экзеля. Нам нужно прямо, да? С этой стороны не откроется. И почему они напали во время ярмарки? Мой самый любимый праздник в этом проклятом городке. Пьерр, где же ты? Так, куда нам идти? А, это чудесный запах бумаги и марок. Но сегодня никто не придет за почтой. Так, это почтовое отделение. Мы туда войти не можем. Ладно. А вот сюда, например. Заперто наглухо. Так, ну мне нужна какая-то карта, что ли? Я понятия не имею, куда вообще идти. Какую сторону? Пункт назначения маяк займет 1 час и 10 минут. Ага, это нам объясняют для того, чтобы мы время рассчитывали. Нам ведь нужно до 8 часов вернуться обратно. Защита прицела, отжор планеты. Опять вы! Пора вам усвоить урок. Что это такое? Призраки какие-то? Я так понимаю, там появилась стена, через которую мы не можем выйти, как в Дэл на экран, например. Блокировка комнаты. То есть пока мы не уничтожим противников, покинуть мы не можем эту локацию, да? Но он был один только. Ладно. Так, нам... Куда нам надо? А где здесь проход? Вот сюда. Налево белая усадьба и маяк. Направо Сен-Экзиль. А нам нужно налево, получается, вот сюда. Да, твою же дивизию шел в одну сторону, камера поменялась. И я к этому никогда в жизни не привыкну. В городе совсем не занимаются инфраструктурой, а бури только усугубляют эту проблему. Это дерево предназначено к срубу, из него выйдет отличный мост. Мнение разбить их голыми руками. Кстати, мы же можем еще вот так вот осмотреться. Ух, твою ж дивизию! Это что такое происходит-то? Выше камеру не могу поднять. Какие-то вокруг деревьев. Посмотрите, дефекты. Видно вам или нет? Пикселизация идет. Странно. Что вот это такое? Что за жесть? Так, а мне... Что мне нужно делать тогда? Мне нужно искать топор, получается. Может быть сюда? Маяка, я уже ближе. Так, подожди, как мне... Чтобы посмотреть, подождите, маяк. Где маяк? Вот то вот маяк. Ну правильно, мне туда, значит, нужно. Но мне для этого топор нужен. Когда работаешь в саду, время летит незаметно. Если бы все было так просто. Эту дверь можно открыть с другой стороны. Похоже, кто-то оказался застегнут врасплох. Я думал, ты внутрь залезешь. Стоп, откуда вы пришли? Мы пришли вот отсюда, ведь, да? Ага, так, стоп, тогда... Тогда можно посмотреть, что вот это вот... У этой двери нет ручки. Понятно, это ничего. Так, это домой. Нет, домой мы сейчас не пойдем. Хотя, может быть, нам нужно домой и там где-то найти топор. В сарай, например. А, вот топор. Взять топор, ну да. Берегись, деревья. Можно посидеть на лавочке при других обстоятельствах. Я бы часами сидела здесь с книжкой. Признаю, вид отсюда открывается чудесный. Здесь я с тобой полностью согласен. Я бы тоже здесь бы с удовольствием сел бы с хорошей книжкой. С большой чашечкой кофе. И сидел бы просто часами читал. Но при других обстоятельствах. Оно повреждено, но этого недостаточно. Буря бы помогла устроить бурю изменения погоды. Вау. Ух. Кажется, это их не пробудило. А что это было? Как ты это сделала? Камеру поверни как-то, твою ж дивизию. Так, здесь можно что-ли вниз спуститься? Ну, подождите, нам нужно... Куда нам нужно? Здесь, наверное, заперта. Ну да, эту дверь можно открыть с другой стороны. Да, любую дверь можно открыть с другой стороны. Я это уже понял. Что здесь открытых дверей в принципе не бывает. Сегодня у нас день закрытых дверей. Эх, жаль, у меня не хватит мелочи на эти приманки для туристов. Порох в мусорке. Тут дверь, но она тоже наверняка заперта. А там мы не пройдем. Неужели открытая дверь? Вот это да. Хотя здесь бы перелезть запросто любой смог бы и мимо двери. Так, куда-то мы двигаемся. Ну что, мы попадем на маяк? Что это было так шумно? Ветер, что ли? Вот и маяк, да. Отлично, возможно, нам объяснят сейчас, что здесь происходит-то. Вот что вот это за жесть такая. Инопланетяне, что ли, прилетели? И что-то тут устроили. Только посмотрите. Как там этот домик стоит и не падает? На самом обрыве. О, велосипед. Словно кто-то приехал полюбоваться видами и забыл свой велосипед. Но этих штуковин не было здесь до нападения. Леркин, почему это место такое зловещее? Новая цель у нас. Я уже забыл, как открывать ана. Исследовать маяк. Весьма необычно для маяка. Эти провода тянутся к самому потолку. Да, это действительно как-то тут странновато все выглядит. Дверь автоматически закрылась у меня за спиной. Здесь не хватает вентиля. Я понял, нужно найти вентиль. Отсюда вас снять не получится нигде. Оказывается, местная полиция подозревает секту в похищениях. И правда странно, что столько людей исчезло, не оставив даже записки. Последний раз они проводили ритуалы недалеко от маяка, в Пуан-де-Маэль. Надо бы туда належаться. Для начала... Ой! А, я же увернулся. Или я не успел. Я думал, мы его одним выстрелом убьем. А он как-то еще так пролетел к нам. Ну да ладно. Мы живы. Так, а мы можем как-то посмотреть, увидеть эту шкалу здоровья нашего. Сколько у нас общего здоровья? Никлас-систем. Похоже, здесь контролируется дополнительное электроснабжение. Значит, место расчищали для этих устройств. Не похоже на оборудование для маяка. Хорошо, что их здесь никто не найдет. Эх, здесь непроглядная тьма. Ты намекаешь на то, что нужно как-то свет включить? Защитная дверь заперта. Открыть? Ну да. Для обычного маяка это как-то чересчур. Хорошо. Слабое давление в турбинах. Возможно, я смогу перезапустить систему, когда восстановлю давление. Для этого нам, видимо, как раз нужен вентиль. Я понял. Так, а нам нужен вентиль. Кто-то оставил записку для своих коллег. Может, кто-нибудь вернуть дату открытия Мэка? Чего-чего? Я видел там вентиль. А, вон он лежит. Код одного из навесных замков. День рождения Франка. Думаю, пока что не находили замки. А, может быть, вот этот замок имеется в виду? Одного из навесных замков. Франк. Ну, будем искать. Так, ну здесь понятно, что турбина не работает. Значит, вот откуда берется почти все электричество в Сен-Эксиле. А, двигатель турбин должен быть где-то тут. Слишком уж строгие меры предосторожности для простого инвентаря. Так, маяк нарисован. А, год открытия Мэка. Что-то там она говорила, но мы не знаем его. Нужно искать. Ничего. Здесь полный бардак. Словно все додвинули в сторонку, чтобы освободить место для чего-то еще. Так, отсюда мы только что пришли. Я наверху слишком быстро пробежался. Включим кому-то. Нет, выключи. Как... А, вот я могу сделать, как чтобы посмотреть, перезарядить. Как выключить музыку. Пауза. Я же вообще выключил, а вроде бы, музыку. Из-за недавних событий участились краш автоматических выключателей для электрических ворот. Пока мы ждем поступления новых, последний выключатель будет храниться в шкафу для инвентаря. Не стесняйтесь использовать один и тот же выключатель для разных ворот. Я понял. Да, нам нужно открыть шкаф. Судя по всему, здесь работало несколько человек. Проход наверх маяка заблокирован. А если вот так сделать, как там было? Кнопкой Б не работает твоя способность. Ага, и бурю ты сейчас тоже не вызовешь. Ну ладно. Так, а что нам, как нам... Как нам узнать день рождения Фрэнка? По поводу... Когда-то открытие маяка мы где-то здесь можем ее прочитать. Перед вами маяк под названием Лекрин. Он был построен в 1835 году. Он служил верным ориентиром для судов берегов Сенекзеля. И, тем не менее, Лекрин был закрыт в 83-м. Лишь в 88-м году мы и Окуснова нашли применение, установив там гидрогенератор для снабжения города электричеством. Так, 1835... 1900... Я уже забыл какой. Да, 1835-й год. Как шумно. Да. Кстати, действительно, очень удобно, что вот мы нашли подсказку, ну то есть дату нужную. Нам не нужно на бумажке ее записывать. Она сама записалась в блокнот. Это замечательно. Так, теперь вспоминаем, где был этот шкаф. Вот. Отлично. Автоматический выключатель необходим для работы некоторых дверей. Великолепно. Мы еще саму дверь не нашли, но выключатель зато у нас уже есть. День рождения Фрэнка. А где его взять? Я даже не знаю. Ну давайте разок стоп. Выбор давления. Так, здесь еще и головоломка будет. И этот вентиль теперь работает. Похоже, это панель для контроля за давлением в турбинах. Судя по всему, только первая работает без проблем. Найти вентиль, восстановить давление. Нам нужно узнать день рождения Фрэнка. Как его узнать, вроде же мы тут все осмотрели или нет. Стоп. И еще порох. Стоп. Вот. Вот эту таблицу я не помню. Расписание и контроль над системами на смотровой вышке. На доске перечислены все сотрудники и еще кое-что написано. Кто возьмет на себя смену Фрэнка в ближайшие недели? Дата. Первая, четырнадцатая, четвертая. Так, неделя. Нам нужен один день. День рождения Фрэнка. День рождения Фрэнка. Дата. Первое января. Четырнадцатое января. Четвертое февраля. Потом неизвестное. Вот, наверное, неизвестное нужно будет найти, да? Двенадцатое марта. Двадцать седьмое марта. Так, первое января, четвернадцатое января, это, ну, допустим, тринадцать дней прошло. Четырнадцатое января, плюс четвертое, плюс тринадцать, да нет, что-то не то. Четвертое февраля. Двенадцатое марта, двадцать седьмое марта. Двадцать семь минус двенадцать. Пятнадцать там. Тринадцать. Тут пятнадцать, может, четырнадцать будет. Восемнадцатое, может быть. Дата. Восемнадцатое февраля. Восемнадцатое, ноль второе. А ну-ка, ну, давайте попробуем. Восемнадцать, ноль два. Либо ноль два, восемнадцать. Так, какой же у тебя код, Фрэнк? Нет, пробуем ноль второе восемнадцатое тогда. Нет. Почтите, еще раз давайте теперь осмотрим получше. То ведь четверка или единичка? А вот так давайте сделаем. Так, это четверка, да. Ну, смотрите, о чем я думаю. У нас есть три месяца. Январь, февраль, март. Мы должны узнать второе значение в феврале. Первое у нас известно. Четвертое февраля. Смотрите, мы должны найти закономерность. Первое января, четырнадцатое января. Между ними тринадцать дней. Потом идет февраль. Потом идет там март. В марте между двенадцатым марта и двадцать седьмым марта 15 дней. Тут тринадцать, тут пятнадцать. Значит, по центру между ними наверняка будет четырнадцать. Четырнадцать плюс четыре, восемнадцать. Февраль, второй месяц. То есть, восемнадцатый, ноль второе, либо ноль второе, восемнадцатое. Странно. Ну, это должно быть в феврале. Вот так должно быть. Восемнадцатый, ноль второе. Это логично? Это закономерность, Фрэнк. Продолжение следует... Этинзатор хочет видеть... С ejерцорность. а может быть попробовать дальше да какое там было марта 12 выбрасывание предмета нельзя носить два тяжелых предмета открыть багаж выбросить выбранный предмет так подождите какое-то только что было 1903 почему 1903 я хочу разобраться почему 1903 тут по-французски что-то написанное понятия не имею может быть там какая-то подсказка не там вроде написано кто возьмет смены фрэнка ну 19 марта эмили вообще-то как раз на сменах причем здесь у фрэнка до 12 марта не знаю я в общем не знаю почему так так нам нужно выбросить что-то тяжелое выбросим топор придется так как его выбросить по так чтоб что опять вот есть вентиль сейчас поставим вентиль и вернемся за топором есть возьмем топор потом будем думать по поводу давления это топор уже был использован и не кажется слишком прочным все равно пусть будет топоры не ломаются от одного дерева так по поводу давления 025 05 он моргает 075 а в сумме должно 075 быть там 05 так это как мне 05 поставить 025 и сверху 025 тоже застряла наглухо давайте посмотрим что у нас там сверху стоит а так сверху 025 так стоит 025 025 в сумме 05 получается ладно там должно быть 075 так нет подождите это показывает сколько сейчас там сейчас 075 1 должно быть я понял там сверху там сверху 025 нужно ну вот и все все правильно все работает нам теперь нужно где мы там компьютеры видели или что мы чтобы запустить все это а вот турбины запустить турбины работают должным образом получила достижение подзарядка и у нас новая цель изучить центр управления где он а вот здесь было темно вот теперь светло в этом месте базировалась правительственная организация записывающая подводные звуки рядом с городом они это делали достаточно долго но я не понимаю что они искали похоже они изучали нечто движущиеся в глубине по точным координатам 17 апреля 91 года они зафиксировали сигнал естественного происхождения сигнал записали на кассету чтобы отправить ее в управление внешней безопасности так как под угрозой оказалась безопасность всей страны но кто-то из подсобных сотрудников маяка украл кассету они быстро вычислили его и узнали где он живет эй это же это же мой дом интересно попасть в гараж шпион в моем доме на маяке следили за подводной активностью то есть нужно возвращаться домой и как-то попасть в гараж и Продолжение следует... 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 Действительно, что же на самом деле здесь случилось-то? Хорошо закрутили сюжет. Меня это увлекает прямо. По поводу боевки пока что мало что могу сказать, потому что нам буквально пару противников встретилось и все. Но я включил упрощенный режим боевки. Возможно, в другом режиме было бы посложнее. В принципе, я как раз и не хотел бы какой-то сложной боевки здесь, потому что это именно как приключение. Это не игра жанра экшен с упором именно на боевку. Здесь боевка это в принципе так, для галочки, для разнообразия. Игра отлично выглядит, игра отлично звучит. В управлении проблема именно с камерой, во всем остальном тоже все нормально. Поэтому кроме как фиксированная камера, у меня к этой игре претензий нет вообще. Если бы не вот эта вот камера, я бы эту игру с удовольствием просто прошел бы. Потому что очень интересно. Но я еще подумаю, конечно. Но даже не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этой игры. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok